Модули в Python Что такое модуль? Фактически, модулем называется самый обычный Python файл, в котором просто присутствует набор каких-либо функций. Допустим, для работы с графикой, для работы с математикой, с геометрией, или вообще, или вот допустим, для работы с рандомом, то есть для генерации рандомных чисел. Все это в Python называются модули, то есть это просто как бы определенная группа функций, переменных, значений и тому подобного, что вы можете включать в свой код. То есть все эти модули вы можете в свой код включить и их использовать, то есть включить свою программу фактически. Итак, чтобы допустим создать рандомное число в Python, случайное, вы не можете просто написать что-нибудь типа рандом в диапазоне от 1 до 5. Нет, в Python это так не работает. В Python нужно сначала подключить вот этот вот модуль, который отвечает за то, чтобы сгенерировать рандомное число. И в Python этот модуль называется рандом. Но как его импортировать? Для этого существует специальная конструкция в Python, которая пишется следующим образом. Вы просто пишите слово импорт, соответственно на русском точно так же и означает данное английское слово импорт, и пишите через пробел, какой модуль вам нужно импортировать. В моем случае это рандом. Это модуль в Python, я уже знаю как он называется, чуть позже я вам расскажу о том, какие еще бывают модули, и схожу где найти информацию о них всех. В общем есть в Python модуль, который называется рандом, и такой конструкции я его импортирую в наш код, чтобы в дальнейшем использовать. И как я его могу использовать? Теперь после этой команды, команды в нашем коде появляется, скажем так, объект, который называется рандом. Он уже существует. И вот через этот объект мы будем получать доступ к функциям, определенным в модуле рандом, и к его переменам соответственно. И как это сделать? Что допустим, если мы хотим вывести на экран рандомное число в диапазоне от 1 до 100? В этом случае я напишу следующим образом рандом. Ставим точку, как мы помним, потому что я уже сказал, что рандом это объект. И пишем здесь функцию randint следующим образом. Это функция, которая находится в этом модуле, то есть в этом объекте. В данном случае она представлена как метод. Окей, и она принимает два аргумента. Это диапазон, в котором нужно сгенерировать случайное число. Допустим, как я хотел, от 1 до 100. И если мы запустим эту программу, смотрите, получается число 41. Запускаем еще раз 66. Запускаем еще раз 70. Давайте будем выводить по 10 рандомных чисел. Создаем цикл форум, как мы помним. Допустим, 10 рандомных чисел, как я сказал. Так. И выводим их, соответственно, на экран. Окей. Как видите, мы получаем 10 рандомных чисел, сгенерированных Python. Запускаем еще раз. Получаем уже совершенно другие числа. Еще раз и опять другие числа. И хочется отметить ваше внимание на том, что эти числа генерируются в указанном нами диапазоне. Если бы я указал в диапазоне от, скажем так, 500 до 1 тысячи, пусть генерируют случайно числа. В этом случае, как видите, получаем нужный нам результат. То есть числа генерируются в указанном нами диапазоне от 500 до 1 тысячи. И, как видите, друзья, вы уже знаете, как работают модули у нас. Можете их использовать. И сейчас вы видите на своих экранах первую задачу в данном уроке. И, пожалуй, последнюю. Как вы думаете, какой модуль был использован в данном коде? Это требуется для закрепления пройденного нами только что материала. Можете подумать, если вы чего-то пока не понимаете. Или пересмотреть заново ролик. Итак, я даю ответ. В данном коде используется модуль, который называется MEF. И это, пожалуй, еще один модуль, с которым вы только что познакомились. Модуль MEF содержит в себе определенный набор функций для работы с математикой. Как в данном случае показано было, там была импортирована функция SQRT, которая достает корень из числа. То есть если бы вы написали SQRT 25, то в ответе, естественно, было бы 5. Окей, друзья, давайте продолжим. Итак, друзья, вы уже знаете о том, что есть конструкция следующего рода, где идет импорт и дальше модуль NAME, то есть имя модуля подключаемого. Но помимо этого существуют и еще другие конструкции, позволяющие импортировать модуль и его содержание. И давайте о них сейчас поговорим. Значит, мы уже знаем, что делая импорт и название модуля, мы получаем в нашем коде объект этого модуля, который совпадает с названием самого модуля. И в нем мы через точку можем получать доступ к его методам, функциям и тому подобному, то есть к его данным. Но что если мы хотим, скажем так, не получить этот объект в своем коде, объект модуля, а получить просто какую-либо отдельную функцию из этого модуля? Что мы в этом случае можем сделать? В этом случае в питоне предусмотрена другая конструкция, которая пишется следующим образом. Вы пишете from, указываете какой модуль, к примеру, random, потом делаете импорт следующим образом и указываете, какую переменную или какую функцию вам нужно импортировать. В моем случае это randint. И следующим образом в нашем коде мы получаем уже не объект random, а единственный объект, а уже точнее функцию randint, которую мы импортировали. То есть что-то типа вот такого, что мы делали раньше, не сработает у нас, будет ошибка, давайте проверим. Ну вот как видите, потому что мы импортировали уже не сам модуль, а одну функцию из него. Просто мы таким макаром можем добавлять абсолютно, добавлять в наш код абсолютно любую целевую функцию или переменную из указанного модуля. В данном случае я достал всего лишь функцию randint. И чтобы ей воспользоваться, я могу просто писать randint, не используя какое-либо ключевое слово random и не ставя точку. Давайте проверим, что у нас получится. Ну как видите, получаем рандомное число, как и раньше, все работает. Окей, друзья, как видите, это вторая конструкция, по которой мы можем импортировать какую-либо функцию или какую-либо переменную из модуля. Но что если вы хотите просто импортировать абсолютно все переменные и функции из модуля? Что в этом случае делать? Вы бы могли, конечно, написать импорт random и через ключевое слово random через точку получать доступ к его данным. Но мы этого не хотим. Мы не хотим ставить вот эту точку и получать доступ к объектам и к методам модуля random следующим образом через ключевое слово. Что если вы хотите просто в открытую получать доступ ко всем функциям и переменам данного модуля? В этом случае вы можете поставить просто звездочку и у вас получится следующий код. Данная конструкция фактически расшифровывается следующим образом. Из модуля random импортируй все. То есть получается, что у нас будет в открытом доступе следующим образом доступна и функция rendint и все другие функции или переменные, которые нам предоставляет данный модуль. Что, допустим, если бы мы использовали, скажем так, модуль math, мы бы могли тогда написать from math import sqrt. И в этом случае из этого модуля мы импортируем функцию sqrt, которая, кстати, возвращает корень числа. Давайте даже проверим. Должно получиться число 5. Ну да, как видите, получается число 5. Также мы можем импортировать отсюда не число p, а вообще все, как мы только что делали в этом случае. А точнее, не функцию sqrt. И в этом случае мы опять-таки получаем к ней доступ. Но помимо этого мы получаем доступ вот так, таким открытым видом ко всему, что объявлено в модуле math. В том числе в модуле math также определена переменная, которая называется p, и это число p, соответственно, как вы могли догадаться. И мы можем в этом случае также просто написать p. И если запустим код, получаем значение числа p 3,14 и так далее. Как видите, вот такая вот интересная вещь. То есть мы можем и к sqrt получать доступ, и ко всему, что было объявлено в модуле math, просто указанием названия этой переменной или функции, соответственно. Ну а если бы мы делали другим методом, как вы помните, вот таким, тогда для вывода числа p на экран нам бы, соответственно, пришлось писать следующий код. math.py. В этом случае тоже получается рабочий вариант. Для чего это я вам все рассказал. Просто знаете, что такие возможности есть, что можно просто написать импорт имя модуля, можно написать from имя модуля, импорт, название какой-либо функции или переменной, или можно просто поставить звезду, чтобы импортировать все. Это требуется для того, чтобы вы понимали, как это все работает, импорт в питоне, и смогли поддерживать чей-либо код, или вообще уметь понимать конструкции кода, когда вы будете читать какие-либо туториалы в сети другие. Помимо этого, последнее, о чем по импортам я бы хотел рассказать, это вы можете импортировать следующим образом. Не только какую-либо функцию, а несколько функций. В этом случае вы можете их просто через запятую перечислять. Следующим образом, как видите, в данной конструкции я из модуля math импортирую только функцию sqrt и переменную p. В этом случае я получу доступ только к ним и никаким другим функциям или переменам, объявленным в модуле math. Я думаю, понятно объяснил. И еще один момент, который я бы хотел вам все-таки объяснить, чтобы вы его знали. Вы можете импортировать, допустим, функцию sqrt и переименовать ее для вашего кода. В этом случае вы просто через пробел здесь же указываете s и пишете, как вы ее хотите назвать. Допустим, mysqrt и в этом случае в коде мы не будем иметь функцию sqrt, потому что ее просто нет. Давайте запустим, ну вот как видите, получаем ошибку. А потому что она называется уже mysqrt. Мы ее переименовали следующим образом. Для чего это требуется? Это требуется для того, что вдруг у вас в коде уже есть такая функция, которую вы сами объявили. И допустим, если бы вы ее импортировали, у вас бы произошел конфликт имен. Если запустим, как видите, получаем ошибку. Давайте допустим следующим образом. Вот, как видите, появляется ошибка. И вообще, в общем смысле, эти имена, они как бы начинают конфликтовать. И вообще лучше этого не допускать. И именно вот в таких случаях для того, чтобы как бы разделить эти две функции на вашу и не вашу, требуется указывать конструкцию s и называть, допустим, импортируемую функцию sqrt по-другому, как вы только захотите. К примеру, mysqrt. И в этом случае никакого конфликта не будет возникать. Как видите, все работает. И последняя вещь, о которой я бы хотел вам рассказать, это об STL. Что такое STL? Расшифровывается это слово как стандарт library. И на самом деле в Python вот эти модули делятся на три типа. Это модули, которые вы сами написали. Это модули внешние, которые вы загрузили с интернета в свой Python. И это модули, которые уже интегрированы в сам Python. При установке они были добавлены. И к интегрированным модулям относятся, вот, к примеру, модуль random, модуль math. Потом есть еще такие модули, как re для работы с регулярными выражениями. Есть модуль datetime встроенный, это тоже STL, для работы с датой и временем, соответственно. Есть модуль OS для получения информации об операционной системы. Есть модуль email для работы с email. Есть модуль JSON для работы с JSON-кодированными данными. Есть модуль SIS, который позволяет получить информацию о вашей системе, к примеру, какая у вас установлена видеокарта и тому подобное. То есть, как видите, вот эти все модули, они интегрированы в сам Python и доступны абсолютно везде и всегда. И такие модули называются STL. Это стандартная библиотека Python. Однако, как я сказал, модули бывают трех типов. И один из них, это как раз-таки вот этот STL. Но есть еще те, которые вы сами написали, их мы рассматривать не будем. И те, которые вы загрузили из интернета. Каким образом? У Python есть такая вещь, которая называется PyPy. Вы видите сейчас надпись на экране. И это расшифровывается как Python Package Index. То есть, это репозиторий для Python с его модулями. То есть, это PyPy фактически такой сайт, на котором люди публикуют свои модули, которые они сами сделали. И на самом деле, невероятная сила языка программирования Python как раз-таки заключается в том, что есть доступ у программистов вот к этому репозиторию PyPy, на котором вы можете найти модуль для реализации абсолютно любой задачи, которая только вам придет в голову. Все, что бы вы не хотели реализовать, для всего в PyPy у вас найдется модуль. К примеру, распознавание голоса, пожалуйста, соединение с YouTube, пожалуйста, работа с API ВКонтакте, пожалуйста, какие-нибудь encryption-decryption протоколы, пожалуйста, доступ к браузеру Tor, пожалуйста, доступ к браузеру Chrome, пожалуйста. И все, что вам только в голову взбредет, все есть в PyPy. И именно в этом заключается основная сила языка Python. Именно благодаря этому его так сильно любят. Окей, друзья, и каким образом установить пакет из этого PyPy? На самом деле, делается это очень легко. Когда вы устанавливаете Python, вместе с Python вам ставится такая утилитка, которая называется PIP. И, как видите, я сейчас написал в своей командной строке ключевое слово PIP, и у меня вышла вот такая вот вещь, эта информация об этой программке. PIP – это специальная программка, которая позволяет вам устанавливать в ваш Python какие-либо пакеты из интернета, к примеру, точнее из PyPy, из этого репозитория. К примеру, вы нашли пакет, который называется, не знаю, даже VK API, и хотите его установить. В этом случае вы можете просто написать в своей командной строке PIP install и название модуля VK API. В этом случае он его установит. Так я случайно не то написал. PIP. Следующим образом. И, как видите, он пытается установить модуль VK API, но такого модуля нет, потому что я его из головы взял. Настоящий модуль для работы с ВКонтакте API будет называться как-нибудь по-другому. В любом случае вы просто вбиваете таким образом команду, и программа PIP устанавливает в ваш Python данный модуль, и дальше в своем коде вы можете его использовать, импортировав следующим образом, как мы сегодня научились с вами в этом уроке. Ну, а информацию о том, какие методы содержатся в данном модуле, вы можете узнать уже в документации к этому модулю, соответственно, и то, как их использовать. Вот такая вот интересная вещь, друзья. Как видите, все очень легко работает, все очень легко устроено, и это на самом деле очень круто. И последнее, пожалуй, что я бы хотел вам рассказать об этом в этом уроке, точнее не рассказать, а заметить. Для операционной системы Windows не всегда, скажем так, проконает установка модулей через PIP. Есть некоторые достаточно сложные модули, к примеру, такой модуль, как PIL. Это Python Image Library расшифровывается. Этот модуль предназначен для работы с графикой в Питоне, причем не для простой работы, а для профессиональной работы. То есть этот модуль позволяет вам делать с изображениями абсолютно все, что вы захотите только. И этот модуль в Питоне на Windows просто так не поставить. Через PIP он может сбои давать какие-нибудь, потому что он такой тяжеленький модуль, я бы даже сказал. И как его установить? Люди научились и сделали такую вещь, которую назвали pre-built packages, точнее binaries, pre-built binaries. И расшифровывается это как подготовленные, скажем так, пакеты для Windows. И фактически это самые обычные программки, которые вы скачиваете с интернета и устанавливаете точно так же, как вы устанавливаете игры на свой компьютер. И эти программки установят вам, в отличие от игр, соответственно, ту библиотеку, тот модуль, который вам нужен. То есть, чтобы установить PIL, если он у вас через PIP не установится, вы можете выйти на определенные сайты, где распространяются вот эти самые pre-built binaries, скачать нужную вам модуль в формате .exe, запустить его и установить в свою систему, после чего у вас в Питоне будет доступен для работы, скажем так, PIL. Все-таки об этом следует знать и учитывайте это. Если у вас возникают какие-либо проблемы с установкой какого-либо модуля, возможно, просто так как вы на операционной системе Windows, этот модуль у вас просто так не установится и нужно скачать pre-built binaries. А на этом, друзья, все. Пожалуй, я рассказал вам все, что хотел о модулях. Мы поговорили даже о pre-built binaries, о PyPy, о PIP. Можете, кстати, вбить в Google PyPy и полазить по официальному репозиторию модулей в Питоне. Можешь даже что-нибудь установить и попробовать использовать. Ну а мы с вами этим займемся, пожалуй, в следующем уроке. Мы установим какой-либо модуль из Питона и рассмотрим его работу на примере, соответственно, чтобы вы уже знали все, что это как делается и тому подобное. Может быть, даже установим PIL с помощью pre-built binaries, чтобы вы более понятно поняли, что это такое. Ну а на этом все. Вы смотрели канал HowdyHo. Не забывайте подписываться, рассказывайте об этом видео друзьям. Обязательно ставьте лайки. Если у вас есть какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Я обязательно помогу. И удачи! Субтитры подогнал «Симон»!